так ну поехали еще прибавилось откуда вы беретесь ладно ну сводим небо увидеть самый авторитетный среди нас от конечно ребриха саду сеть прошла своего не было расстроился на секундочку гляну здесь запись увидишь взять такой напечатать не испугаться напечатать раннекампу который взял и сравнил меня с президентом императорского общества садоводов с генералом раевским вот так вроде бы почетно для меня но по он меня так выставил то не этим и специалистам а как бы я заблуждаюсь ведь если сам не со мной бы не согласился вот эта фраза вот и прошло 19 века еще 150 лет ничего не изменилось вот не поняли кто именно в сибири или север россии может чудеса творить так ну что поехали снегирев тверь доброе время суток бухтияр привет николай всем садоводам спасибо соколов челябинск привет николай здоровья желает нам железу брат всем здравствуйте татьяна комсомольственного здравия бессмертная валентина добрый вечер с 4 господи где нас только не это не носит наш садоводам обнаглели везде сады татьяна добрый вечер валентина курган добрый вечер эльвира добрый вечер зульфия башкирия добрый вечер из москвы ольга добрый вечер собака на данила добрый вечер на данила как нас мало земляков боже мой один из случаев привел в шок восстанавливает меня гаи вот аня нельзя подводить людей но в шоке был что этот самый человек с этой самой дорожной постовой службы меня знает и по имени отчеству и в лицо мне было так приятно но вообще полная тишина сына в горшку снов знаете друзья тут принципе не так много этих самых можно вспомнить одну вещь нет все проехали а то я буду как-то туда помните из этого из мультфильма пойдем дальше добра и света сергей александр здравствуйте ольга добрый день а так ольга для этого и зиму здесь и сидим конечно можно гречихина добрый вечер моя защитница я помню лобаса в леонид добрый вечер из маринской области снегирев александр тверь полирико статина с низкий вам поклон а все кто поверил принял те позиции которые передаете людям первых каким мощным оружием вы оснащаете нас это правда которая настолько мощная что пройдет противопоставьте нечего который хочу признаться что ваши книги это первый за последние десятилетия бумажный носитель который взял в руки и прочитал не считая конечно служебных документов то есть мощный толщок правильной жизни и в третьих это всем помогает жизни вы знаете александр продано было полторы тысячи книг под названием сотворение северный сад сотворение чудо сверху полторы тысячи ни одного хмурого брови ни одного замечания ни одного хоть бы не скалу тут неправильный все вторая книга она заканчивается вот она особая это записки врач собой записки это то что на душе лежала это не лекции пункт 1 возьми лопату пункт 2 натащи нет и вот эта книга она самая дешевая 600 рублей потому что там две нобелевские премии но люди же не понимают этого что ее надо было продавать по 10 тысяч вот тогда я сейчас она заканчивается все-таки по 600 рублей худо-бедно распродал так и третья книга я начали продавать сколько я продал полсотни штук вот павел продавал но он как люди скидывались на издание он разослал вы несколько сотен уже на руках ни одной вот три книги не одна вторая заканчивая ни одной хмурой этой а теперь расскажу одну историю хоть как-то туда помните ну что делать но не могу не рассказать я к норму раньше рассказать на времени не хватило и так значит приходит письмо и диск а диск мой вернули обратно один из моих дисков вот значит что мне этот человек написал письме тогда не было интернета взял заказное письмо подписал обратно диск вы поверите нет он мне написал время константинович вы меня обманули я ожидал ну диск этот даже книга только на диске я ожидал что научусь чего-то новому но вы же перечислили приемы настолько понятное что вот вспоминайте это не шучу вот клянусь богом так было что любой человек любой человек вот нет не так о игру чуть не не обманул бога что любой дурак это и без вас понимает и вы представляете какой оказался мне вернули диск меня плюнули в лицо а человек он видимо попался из тех которые до этого был чистый как это как вот этот тот же диск только без записи он не знал нехороших приемов неплохих не смертельных никаких и вот он смотрит а я пишу это самая подстилка она должна оставаться кто-то дурак написал что там не зимует эти самые зловредные насекомые и требует убрать и полностью оголяется почва и черви остаются без еды а дальше цепочка прорвалась но ему то это он считает что конечно он прекрасно знаешь в лесу никто не убирать вот и так далее и тогда и вот он мне вернул диск с обиды оказывается я ничего нового ему не сказал это настолько очевидно а теперь и как и как он его выражение любой дурак тогда я даже зайду в сумасшедший дом я увижу сидят в одной палате наполеон сталин ленин допустим кто там еще бывает александр македонский вот может быть там вот прочее прочее я даже и в лекцию прочту они скоро конечно правильно но почему я должен долбить 222 вебинара потому что все против нас все вот это полюбче которого прочел мою книгу на диске правда вернул ее потому что оказывается ничего нового то не сказал это же элементарно но это для него элементарно а для них то для тех кто преподает их же научили что яму не посадишь эту самую вот и в эту яму назвали ямой этой яма для полива корни оттуда ушли осталось гниющее место так что это самое и таких приемов его порядка ста штук и действительно ведь представляете человек нормальный вот же нормально вода еще что я его обманул я выслал за элементарные вещи банальная ну как это конечно этого не надо делать вот я в таком идиотском по вот это был случай в моей жизни а как и перестроить все это чтобы даже преподаватели знали что это все естественно столько что дурак должен дурак понимает вот как он написал за парень себя сравнил себя с дураком новичком они не понимают ладно поехали спасибо за мощное оружие спасибо за бумажный носитель вот наконец-то взяли в руки книгу это так здорово и тихина ольга задавайте вопросы после вебинара мало тети сразу прошу вопрос я тогда уже мне на мой этот носитель мне на мой электронат вот потому что здесь я могу не успеть бывает так уже все время выше 30 прошло я буду отключать по набернуть а переписка идет но же между собой чик без меня хочу купить абрикос академик привиты на сливу минуточку а где же он возьмут а так дальше слива хорошо растет на глине совершенно верно московской области грыжа глина до метров глубину я столкнулся с этим дожди каждый день я так так мне повезло в каком плане мне для ом мира ощущения не для мировоспринимания вот эти три дня на этом я не ходил по грибе то такие грибы были а я не ходил я ходил по там слух пришел приехал авторитет сибирский они не знали обо мне ничего но слух пошел мне встречали мне это самое а у меня это у всех мхом покрыто уже даже не только грибами последняя стадия ребята это мох это уже все это только пила все вот и никакие эти щетки по металлу но как довели до этого как вы представляете что там творилось калечили 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 везде эти самые круги из этих самых вспомнил даже рассказывали вот и что получается самое главное что я там увидел я ходил по воде склон есть вот такой склонный довольно солидный склон что вы думаете глины столько что я хожу и под ногами чмок это тоже глина не просыхаем а и у человека которая жила мара кускай у нее были черных сливы вот видите и вы не соврали не соврал сливы хорошо росли но яблони груши они были все покрыты паршой и никто никогда не до сих пор еще на лет сто будут дурью заниматься опрыскивать защищая пытаясь защитить пытаясь уничтожить паршу последствия понимаете вот эти последствия еще раз говорю зайдите в палату умирающим людям реанимацию опрыскать и дезодорантом они будут хорошо пахнуть но они будут продолжать умирать вот что хочу сказать и вот что получается значит там было сплошная глина а дальше как я говорю привозите хорошую землю насыпаете холм что интересно стоит дерево прицепиться холм у меня таких фотографий есть я их находила там же вот набираю схемы разрезы почва разрезы я нахожу вот сейчас не найду но вы ситуации я не могу начать с нуля еще 220 показать а что там было на фотографии дерево вот так вот разрез как вот лопатой или там экскаватор и видно вот они корни а вокруг корней а глина сплошная а вокруг корней чернота то есть постепенно дерево с помощью корней переделывает глиняную почву в удобоваримую вот такой термин не научить удобоваримую вокруг корней чернота и так и так вы хотите купить аборикос академии привыкленности его хорошо на московской области рыжая глина на 2 метра глубину подтверждаю есть такой саженец нет такого саженца второй вопрос поливы часто и немного правильно так часто и немного но сейчас это тоже понятие это однажды это у меня застревает память навсегда обыкновенный художник идет парень с девушкой влюблены вот начался дождь они забежали подъезд и смотрят стоит дворник и вот такой вот струей поливает это газон они получают это дождь идет он говорит у меня план и это был даже не художественный фильм нет ни кинокамерий а буквально фильм и вот такой шут из оценки идет проливной дождь он поливает и говорит у меня план а вы откройте все эти самые все эти календари лунные и вы узнаете что сегодня поливать а то что в этот день идет то есть никого не волнует все равно поливать записывая время с точностью до минуты многие пишут и вот тогда получается что поливать нужно не глубоко а часто несется зависит уже от погоды но не глубоко так прищипка молодых побегов нужно ежегодно вообще не нужно прищипка молодых побегов вообще запрещенный прием опять надо дверь открывать сейчас давление поскосит где вот я не на вас ольга извините это просто дури в этом которая идет эта прищипка слова прищипка это та же самая обрезка разницы нет если еще знаете как и скручивание но все не сегодняшняя тема я все забываю дойти до нее вот на украине термин скручивание у нас его нету вот на это потом вот каждая прищипка это больное дерево это пока все что я скажу мне надо обосновать но сейчас я уже не могу дальше значит возвращаясь к тому же почему нет такого саженца абрикос привитый на силы еще академии потому что у них шансов на выживание меньше если я допустим сергей привает допустим продаж 10 академиках привитых на маджурцы вероятно что все 10 или 9 будут живы-здоровы на сливе этого удерживаться не будет вот шансов будет меньше только каждый сам по себе на свое усмотрение на свой страх и риск за свои деньги купит косточки маджурского абрикоса а потом идеальный случай черенки у меня же у меня же они уже совмещены они же родственники папа мама пусть вегетативное но все равно папа мама вот и тогда получается что абрикос на абрикосе академик даст выживаться с хорошей а на сливу как черт на душе положит вот может 10 2 из 10 выживет может 8 но это направление надо продолжать бесконечно то есть привал на сливу дождался выражая убедился что сохранились качество академика срезаем ветки снова на сливу причем желать на родственную если на китайке все красно-синие их рекомендую то и второе поколение красно-синие третье поколение красно-синие и пятое поколение и пройдет пять поколений вы хотите тем более заниматься тогда у вас будет стопроцентная биологическая совместимость описать тебе сергей позориться никогда не привали ни одного и не будет привал на сливу абрикосы я но это пока я учился пока я нашел границы реального возможного и рассказал вам минуту назад так еще раз прищипка избавил боже выливается это это предатель это такие же провокаторы сами не знаю что это выливается спасибо я пришла шаплеска три года пусть и посадки сразу на половину или это не вк а ловите меня за их но и смотрите есть ранние железы и поздний вот значит и так я всегда делал как-то называется с нововского исключения справил я работал в саду и у меня в сад был две тысячи деревьев на острове откуда бы мне значит там будет сплошная как труба витра 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 а тогда защитной ограды не было когда она выросла из сосен еще и сожгли а мне получается что они разут и падают вот тогда я резал первые три года вот вот тогда я говорю ребята в этих идеальных случае для ветреных мест три года а представляем все у вас прекрасно все и ветров нет хотя это редко бывает вот посадили обрезали но потом вот у них бывают проблемы вот то есть так рука тешится вот прямо еще взять и обрезать знаете как бывало вот обрезал спасибо во все стороны он растет вверх и вбок и получается такой шатер меня он не смущает вот прям и фотография показал меня он не смущает на черт с ним на нем плоды еще больше еще надо вот тут и начинается ними издевательство если прицепиться к тем словам что 3 года вот станет вопрос на черных и вокруг чего бы мне отрезать из железа 3 года а слова в ветренних местах уже выветрить вот пока так а а